Давай сначала познакомимся Если... Не закрываем? Вот, познакомимся. Меня зовут Санислав Шипицын Ну, может кто-то знает. Ну, вы что знаете? Я, конечно, главный фактор Репатриархской партии России Ну, может быть, кому-то это кажется важным Там был раскол в свое время Ну, я думаю, все знают Светлова, примерно Я еду по партии Светлый, то есть я подглоплюсь на часик, которую я скуру Там был свой конфликт, но сегодня не об этом Но кому-то это может показаться важным Ну, и также Немножечко расскажу тоже Про мои проекты, то есть У меня есть телеграм-канал Санислав Шипицын Можете подписаться, и также На данный момент я, конечно, есть администратор Папа и корейси свободны И давайте перейдем уже к тому Почему мы, собственно, собрались Это к лекции Называется на «Защита капитализма» И, как вы можете догадаться Называется на честь вот этой самой линии Который центр носит На данный момент Мне кажется, на данный момент это Наверное, лучшая работа Которая позволяет Навичкам с контрактивной темой Самые хорошие аргументы С критикой социализма И защитой капитализма Но это не какой-то предсказ Это просто Самая главная хора Но далеко не Нет, это просто предсказ Эта лекция Собрана из нескольких путок Ну и также явно Соснулась на книгу Хоффера На книгу Пинкера Если кому-то интересно, то Я очень советую Стивера Пинкера прочитать Потому что Пинкер это Хоть и генетик по образованию Но человек, который сейчас пишет Практически про все различные Гуманитарные сферы Вы напишите про политику, про историю Но при этом он привозит аргументы И из геологии И мне кажется, что если бы меня спросили Какую одну книгу прочитать Стас, ты посоветуешь, чтобы просто Длиться в тему и поуметь Я бы посоветую прочитать одну книгу Север Пинкера Может на этом посещении продолжается Может на другую Ну или книгу Мини, Висуса и Хайка Это классика Липертарианского и классического либерализма Это те работы Которые являются просто самым базовым В идеологии Пинкера Ну и наверное многим будет интересно Почему в принципе эту тему выбрал Потому что многим кажется Я слышал такие тезисы Что коммунизм Он уже полностью дискретировал себя в России С эпохой Советского Союза Но тем не менее Как показывают социологические опросы У нас в России не так хорошо в этом плане То есть может быть здесь большинство людей Конечно не поддерживает планов экономику Я это понимаю Но в любом случае я считаю Что нужно просвещать 62% Которые проголосовали за первый вариант Но 24% Нужно чтобы они Даже тоже поступали и чувствовали поддержку Я конечно хотел бы Надеяться, что эти 62% Не проголосовали по многому Потому что Просто не знают Что означают эти темы Но я бы выяснил что Учитывая что в 90-е Было только 30% На поддержку Я слегка думаю Что в данный момент Плановые действия Плановые экономики И я думаю Что нужно Будет в этой лекции Каким-то образом Их частично переубедить Ну или по крайней мере Начать интересную эксклюзию Ну и к сожалению 2021 год Это можно сказать Что судя по графику Самый лучший год Для стройников Экономики Ну и давайте перейдем уже К самим аргументам И наверное Самое главное С чего бы я хотел бы начать Это с Такой вот Нужно вернуться в прошлое И подумать Почему вообще люди К капитализму плохо относятся И во многом Капитализм Не может ассоциируется С какими-то вот Ужасными заводами 17-18 века С рассказом Чарльза-тикинца Когда люди работали По 14-16 часов В ужасных условиях Антисамитарии Когда там дети работали Действительно Ну я согласен с тем Что это были ужасные времена Антисамитарии Но Не все это просто На самом деле Вообще С чего бы я хотел начать Согласно опросам Большинство людей Считают Что люди В среднем векове Жили гораздо лучше Чем в эту эпоху То есть я говорю Если мы говорим Капитализм Капитализм С 17-19 век Но эти люди считают Что это была Самая лучшая эпоха В истории человечества И люди думают Что Такой эпоху в среднем векове Это был Вот такой вот Ну как мы ездим на огород На дачу И люди думают Ну да Наверное Тогда жили Люди конечно не богат Но у них была Своя территория Своя земля И в принципе Жили Якобы не плохо Но на самом деле Это все не так просто Давайте посмотрим На то Чем закончилась Какого-то Средневековья И эпоха До индустриализации До капитализма У нас есть Графики Я считаю Что графики И статистика Это самые лучшие аргументы А не какие-то Эриторические дропы Я хочу им приводить Какие-то Аффективные аргументы Но при этом я не буду Душить вас Только в ВВП Будут аргументы И С другой стороны Небольшего И вот Самый левый график Это график Среднего роста человека Ну да Вы видите Наверное То есть Это Графика Это вот Франция И мы видим То что Во времена Средневековья И Начало нового времени Люди Были среднего роста 660 сантиметров Если мы посмотрим На то Как влияла Эпоха Радио капитализма На Средний рост человека Люди выросли Средним До начала Ну где-то на 10 сантиметров А если Мы будем говорить Про уже 20 сантиметров Уже рост Еще более среднительный И поэтому Я бы хотел Вам показать То что Естественно Рост человека Он очень сильно связан С тем Как человек питается Человек не может Быть ростом 506 сантиметров И питаться хорошо Очевидно То что люди Если растут на 10 сантиметров За этот билет Это люди Наверное Чуть-то лучше Ну и Приляту парочку Наверное Цитат Из той эпохи 17-го века У меня есть цитаты Например Из Франции Что говорили Про русские налоговики Из эпохи Средневековья Ну Начало нового времени Точнее Когда еще никакого капитализма не было И он только заражался Люди говорили Что треть жителей Даже добрых городов Ели кровать 10 тысяч семей Были обречены на голову Это было в 17-е В 19-е В 19-е Когда уже Капитализм Несколько лет Бушевал Уже Такуюся картину Было представить невозможно Дальше Второй график Это График уже От организации В 19-е И он показывает То Какой был уровень нищеты Ну уровень нищеты Это То количество людей Которые Не могут Стабильно питаться Это Имеет базовый состав Санитарий Мы видим Что Красные Те, кто живут В нищете И Если мы Смотрим на Эпоху начала 19-го века То 95% людей Жили в нищете Если мы посмотрим На эпоху В современности Всего 10% людей Сейчас живут в нищете Причем Чтобы понимали Это критерии Не менялись Это критерии Вот Эта эпоха Считается социалистами Такой ужасный Капитализм Последнего И Люди в принципе Жили неплохо И вот Немножечко более забавной Возможно статистики Многие социалисты Нам пытаются Объяснить И кстати Наша власть пытается Это доказать То что Есть какой-то Золотой миллиард Который живет Очень богат В Западных странах То есть Соединенные Штаты В Союз Австралии И Есть Остальные 7 миллиардов Которые живут в нищете И Якобы Есть какой-то Неоколониализм Из-за которого 1 миллиард живет хорошо За счет 7 миллиардов И Якобы Капитализм Хорошо влияет только на Страны Запада Но Давайте посмотрим Что у нас было в Индии И в Китае Две страны Суммарно В которых живет Половина населения И нам Социалисты Они пытаются объяснить То, что якобы За счет 4 миллиардов людей Один миллиард живет хорошо Давайте посмотрим Как капитализм повлиял За последнее время На Индию Чтобы понимали В Индии за последние 10 лет Даже 4 года взятых график Правильные Беском правой силы На самом деле Даже капиталистические Которые Поступали за союз С юными штатами За трону В первую очередь Ну и Наверное, многие помнят Что в Индии Есть такой момент Потому что все ходят Не в общественные туалеты Не в плане своего личного И в 2014 году И тем более в 2010 году Это действительно было правдой Лишь 38% человек Или семей Не знаю Имели свои личные туалеты В Индии Уже к концу 2010-х Голов Туалеты Практически кражем много Это Вот эпоха капитализма Как За 5 лет буквально Ну и посмотрим на Китайскую Дорожную Республику Она ходит, конечно И под красными флагами У нас Но, как мы знаем В 1880-х годах К власти пришел Дэн Сиопин И начал проводить Рыночные реформы Он отказался От той Политики Которой проводил Маус Лук И Дэн Сиопин Начал постепенно Компатизировать Частую собственность Приводить ее в частные руки Открыл рынок Иностранным компаниям Что за это время случилось? У нас тут есть два графика Один как бы вверх Другой вниз Как вы можете догадаться Первый график То есть столбик означает Процент населения Который живет на меньшее Чего на 2 доллара в день И мы видим то, что В 2014 году этот столбик уже почти не осталось И второй график Это Средний доход На домохозяйство Сейчас он уже в Китае Около 6 тысяч долларов Да, конечно Китай он далеко не сам богатый Он, наверное, сейчас богатый Компатизм по уровню России Если мы посмотрим на среднюю жизнь Гражданин Но тем не менее За последние 30 лет Капитализма в Китае Ну, конечно Не идеальный капитализм Не идеального свободного рынка Но Странная разбогатела Буквально в десятки раз Если мы посмотрим на доход Среднего человека Как мы видим Потому что И на Ниндзю И на Китай На все Даже Самые колонизированные страны Капитализм влиял очень положительно Теперь перейдем к монополиям Это Единственный слайд Где будет мем Потому что я просто не нашел график Но Как говорится Надеюсь, меня простите И мы поговорим о монополиях То есть Понятное дело Что Монополия Наверное Неглавное слово Нас пугают социалисты Но Но все ли тут так просто? Действительно ли Монополия Не настолько вредны? Что такое монополия? Ну, например, с точки зрения Нашей федеральной монополией Службы Были дела Заводились на единственный Допутный парк В торговом центре И с точки зрения Федеральной федеральной Допутной службы Этот парк Был монополией Он уже был наказательным Но нужны ли нам Два Ну, на самом деле Вряд И так на самом деле Совсем И вы можете понять Что этот Ботутный парк Только в торговом центре Это лишь абсурдный пример Он ведь не может Несмотря на то, что он Как монополия В торговом центре Он не может Силе заламывать цены Или Не заботиться Своим потребителем Потому что он Все равно продолжает Конкулировать С другими Какими-то Заведениями В торговом центре Он начинает Конкулировать С другими Ботутными парками В этом городе То есть монополия Она У нас Все-таки Не на 100% Захватывает Она В любом случае Начинает Конкулировать С другими Монополиями Ну и тут Можно привести Более Реалистичные Примеры У нас Есть Естественно Железнодорожная Монополия То есть Мы возьмем Какой-нибудь Там Маршрут Например Из Мехико В Мексике Там Частая Железнодорога Она может быть Одна В одно место Но тем не менее Компании Вполне Неплохо Справляются С своей работой Потому что Они продолжают Конкулировать Они Конкулируют С Людьми На автобусах Например Ну или просто Когда человек думает Таеду на поезде Таеду на машине Они Конкулируют С авиалиниями И так далее Иногда Конкулируют В другую сторону Потому что Если человек выбирает В Монтерей В Сан-Луис То тогда Человек может зачастую Взять во внимание Крачи Железнодороги Поэтому Если будем говорить О монополиях То все не так просто Полный план сеток Монополий Которые вообще Ничем не сконкулируют Их не бывает Всегда Рано или поздно Монополия В какой-то сфере Натагается Конкурент Даже не на него Ну и так же Наверняка Вроде слышали о том Что появляются Какие-то монополии Которые контролируют Какой-то рынок И вряд ли смогут победить Но вы Наверняка Не слышали о том Как монополии Проигрывают На самом деле Монополии Очень быстро Распадаются Или теряются Например В тот же момент Аккаунт на MySpace Ну я сомневаюсь Что у кого-то есть MySpace Но в 2007 году Это была самая Главная соцсеть И ведущая левая Газета Бритальная Гардиан Говорила Скорее всего Не будет ни одного Сайта На который люди Будут заходить чаще Чего на MySpace Ну я MySpace Помню И уже через два года Привился Facebook И просто уничтожил MySpace И сейчас На MySpace Уже никто не сидит Точно так же Я думал Вы знаете Слов Google Это как бы я делал От компании Google Но также есть слово От Xerion И чтобы вы понимали Слово Xerion Это не какая-то там Не предназначает Научное развивание Предмета Это действительно Компания Xerx И в свое время Компания Xerx Имела Полноценную монополию На рынке технологий Но Как только Появились Альтернативы Xerx Уже не Форма Скана А просто телефон Уявились Если людям Xerx стал не так сильно нужен То Xerx в степени Начал терять Свою доминанцию Ну и конечно же Силиконами Требят забывать Еще один пример В 2010-х Точнее В начале 2010-х И нулевых Бладкая компания Как Nokia У всех были Nokia Все пользовались Nokia Я сомневаюсь Что у нас сейчас Nokia есть Может у кого-то Двух человек Но не больше Прочисто все пользовались Huawei Или Apple Ну Ну Но Продукты Но Вряды находятся истоки И это в общем-то Судьба Практически всех Кто на поле То есть они рано или поздно Отекают свою силу И если они не находят Если они не могут развиваться дальше Они все равно Будут что не санкурировать Если не с другими компаниями Компаниями То с потенциальными Компаниями Кто-то будет в дом идее То есть Как мы поговорим И о новых критиках капитализма Это Зеленая Как называемая Это наверное Самая такая модная Особенно в Европе Идеология Зеленых Которая В последнее время Начала побеждать во многих странах В той же Германии Зеленые власти пришли Ну и другие западные страны Зеленые Это очень популярные Даже в России появляются сроки Зеленой идеологии Многие считают то что Ну вот с экологией Капитализм уже точно Никак не может сосуществовать Если мы хотим беспокоиться Об экологии То мы обязаны Быть противниками капитализма И почти все зеленые Они Одновременно Пытаются защитить экологию И делают это только Путем критики капитализма То есть практически Не существует Ни одной зеленой партии Которая бы выступала За защиту капитализма Но начну немного издалека Перед вами Думаю Знаменитая пирамидова слова К чему она здесь приведена К тому что С точки зрения масла Вот такая вот теория Про то что Чтобы человек Удразвлял какие-то Высокие потребности Скажем так Сначала Он должен Удразвить свои Самые низшие потребности То есть Володь Жажду Слон И так далее И если у человека нет первого Он не может там идти наверх Голодный человек Будет думать только о хейбе Он не будет думать Об экологии Естественно Экология Это вот не здесь находится То есть В потребности В защите экологии Находится Где-то сверху Не все понятно где Может быть в почестном Может быть в потребности Уважении В любом случае Люди начинают беспокоиться об экологии Далеко не странно И к чему я это не думаю К тому что Жители первых стран Они никогда не могут Беспокоиться об экологии Потому что они думают только о том Как их заработать Поверьте Жители Китая Жители Индонезии Какой-нибудь Сейчас вы увидите график Они вообще не беспокоятся об экологии Они думают только о себе И вот Доказатель этой Мейлидингу-теории Это те страны Которые загрязняют океаны Как мы видим Здесь не очень богатые страны И в основном Страны Которые в свое время Были социатические И ими продолжают быть Как мы видим Какие страны у нас Вообще загрязняют природу И здесь на данном месте Ну первым На данном месте находится Шри-Ланка Шри-Ланка Это страна Где живет всего 20 миллионов человек Это трофотный остров В Тихом Икеане Но при этом Они загрязняют океаны Ну буквально Больше всех Они загрязняют океаны Соединенные Штаты Где живет 300 миллионов человек Почему уже Это происходит Потому что Эти страны бедные Они не могут Просто себе позволить Каким-либо образом Вводить новые регуляции Еще больше Останавливать свой бизнес И при этом Сохранять природу Сохранять природу Возможно только Если у тебя Хорошо развивается Экономика Только если У тебя Богатые жители А не могут Позволить Отказаться От своих потребностей Ради Экологии И здесь Я бы хотел Привести пример Еще не только Попсобой Наверное Но А какая там была Игниция измерения? Какая там была Игниция измерения? Ну это миллионы Это Пластик Просто Пластик Здесь у нас еще график Тоже Это Два графика Которые Похожи друг на друга Как видите Семно-синее Это Рейзинг Рейзинг Они Фактически Неотвечимы Семно-синее Самые лучшие И Светло-зеленое Это Самые лучшие страны Желтые Это вообще ужас просто И Как вы можете догадаться Эти два рейтинга Один из них Явно связан с эплодией И это Рейтинг Это Сверху рейтинга Это Рейтинг Свободы бизнеса Как мы видим То что У Природы Очень большая корреляция Почему-то Получилась именно Свободы бизнеса Тем Встретим Лучшее Так получается Корреляция Выше Даже Чем С уровнем Демократии С уровнем Права С уровнем Коррупции С уровнем Наверное Последний Пример Это Сравнение ФРГ И Социализм Повлиял На Экологию Я думаю Все Помни про Чернобыль Совсем Повсовый Но самая серьезная Техподневная Тространство Произошла Как ни странно В социалистической стране А не в капиталистической Но у нас есть пример Более интересный Свободение ГДР В РГ Одна Один Атака Техническая Германия Вторая Социалистическая И в социалистической Германии На момент Когда их объединяли И смотрели Что там вообще Экологии Несмотря на то Что в социалистической Германии На 15 лет Раньше Появилось Министерство О защите экологии Казалось бы Ребят Министерство Сделали Но Несмотря на это У них в 10 раз больше Было тяжелых металлов В 10 раз больше Было выбросов СО2 В среднем И по 70% Населения Не было возможности Пить питьевую воду В России Похожие цифры Но Социалистическая ГДР Она вообще Показала себя Как полный провал И до сих пор Жить просто Гораздо хуже Именно в плане Экологии До сих пор Эта территория Потому что Не смогли ее так до сих пор Установить Следующий Аргумент Который зачастую мы слышим И который в свое время Ленин Нам говорил Что империализм Это высшая стадия капитализма Про то что якобы Капитализм Должен приводить К боинам Особенно любят Про Первую мировую Но Почему капитализм Вы все же не приводите Воинов Перед вами Еще один график Это график Сколько людей Подгибало В битвах В связи с последними событиями Я чувствую, что он поднялся Но не так сильно Не думайте Может быть сейчас Где-то здесь В любом случае Ужим такую заменную тенденцию То что С каждым десятилетиям По крайней мере В 20 веке Количество смертей Во время войн Уменьшается И это Это эпоха Капитализма В основном Как видим В 40 веке Было больше Стратеги Ну и уже Чем дальше Чем ниже А когда Последние статистические режимы Рухнули В 90-м году Сейчас Подносы Комендольевые Смертей Фактически не было Это Я думаю Что по многому Это Не единственная причина Почему Капитализм не бьет форум Точнее Не единственный Мой армомент Еще одна теория По которой Многие слышали Особенно Кто Много сидит за спорами Левых правых Это теория о том Что демократически Либеральные Уголистики Не воюют друг с другом На данный момент Не было ни одного Примера Какого-то нормального В котором бы воевали Две Либеральные Теоретические страны Две страны Которые поддерживаются Идеологией Эпитализма Да, воюют иногда Какие-то дектатуры Воюют иногда В ассоцифические режимы Даже режимы То есть у нас были воины Между Вьетнамом Были воины между Вьетнамом Больше Оба Обе страны были Под газ Но вот такого Чтобы две Либеральные Теоретические страны Болевальные Теоретические страны Такого практически не было Поэтому Если мы все Достигнем Какая-нибудь Теория Предполагает Я не верю Что дальше будет Но в любом случае Будем надеяться Что если все страны Достигнут Либеральные Теоретические строя То воины Практически Прикатятся Если не полностью Становятся Ну и приведу парочку Еще примеров У меня здесь Написано Вообще Почему Ленин написал про этот самый империализм Это естественно Первая мировая война Первая мировая война Многим считается Как война всех капиталистических стран Ну на самом деле Все не так просто И в те времена Не было как минимум демократии Но вот Ленин действительно Писал про то Что капитализм Привел вот Передел рынков И то что начали Врывать Германия и Франции Числи год где Из-за капитала Но на самом деле Все не так просто Были в свое время Такие вот Известные миллиардеры Рошильды Которые Доминировали В всей Европейской банковской системе И известный факт Что это были те люди Которые Максимально Продвращали войну И даже Газеты писали про них Что вот эти самые Ужасные Рошильды В начале двадцатого века Играются Нейтралами Без страны То есть Такие ужасные люди Которые Не патриоты Которые Отказываются воевать Которые Делали все Чтобы война не началась Это вот писали Нейтралисанские газеты Про Рошильды Ну и последние аргументы Почему это изменилось Это наверное то Что В целом сейчас Архипеттические страны Они Нисколько Не выиграют От приобретения Новых территорий Если мы смотрим Архипеттические страны Причем богатых Тут даже Швейцария Условно Люксембург Даже Они маленькие Но при этом Их маленьких В размерах Сколько не мешает им Быть богатыми В то же время Как большие страны Которые захватывают Готовые территории Они зачастую Ниже Мы не назовем Россию Богатой страной Мы не назовем Китай Богатой страной Ну США Ну да США Но все не менее Многие большие страны Огромные по территориям Они нисколько не богаче Все маленькие страны И новая территория Особенно если там живет Какое-то население Которое не любит Правителей Оно естественно Будет скорее вмешаться Потому что они Будут сопротивляться Также Санкции Естественно Тоже самое писал Про то Что фашизм Это вот такая вот Диктатура капитала В самом открытом виде И Я бы сказал Что это не совсем так Конечно Фашизм Это не полностью Систематическая Форма правления Но при этом И далеко не полностью Компетитическая И здесь я бы привел Фашизм у нас был В первую очередь В Германии У нас был билет До 20-х годов Когда в Германии Была условная демократия Но при этом В формальной системе И коммунистов Слева И нацистов Справа И как ни странно Эти две силы Чаще всего Долосовали вместе Особенно Обе силы Долосовали За национализацию банков За украшение налогов Импорт Но при этом Коммунисты И нацисты Они зачастую Объяснялись По экономическому вопросу Но Все не так просто Делать только В голосовании Сами Застухи Слайд 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 Если Мирного договора Не будет То Англия и Франция Весут ответственность За продолжение войны Причем в случае Продолжения войны Против Германии СССР Фактически На момент Падения Польской Республики СССР Буквально говорила Про то что Англия и Франция Это разжигательные войны А немцы защищаются Ну и так было До 40-го года Потом СССР Поменял свою позицию Но Тем не менее Можно видеть Что в 1939 году Назыстые коммунисты действовали Я не спорю с тем Что Безусловно Дикой политические страны В 30-х годах Помогали Гитлеру И даже Польша Здесь не будет Но Тем не менее Советский Союз Пожалуй Перешел все границы Все рамки И не просто Не мешал Скажем так А В первую очередь Страны Балтики Польши И так далее Еще один Огумент Который мы часто слышим Со стороны ВЕМО Это про доминирование Баганок Про то что На самом деле У нас какие-то демократии Особенно Я говорю Вы первые же профессионалы Америки Но и другие Куртейские страны Про то что Якобы Деньги решают все Про то что Политики с большими деньгами Ну это конечно Часть и так Без денег Вообще Выигрывать не получится Если у вас там Ну если вы просто нищие И вы не сможете выигрывать Однако Не бывает такого Что если у тебя Допустим В 5 раз больше денег Ты обязательно выигрываешь Человеку У которого в 5 раз меньше денег Сейчас вы видите график На котором показано Кто сколько денег Вложил в Американских Попай в 2015 году На первом месте Это Джордж Пуш 115 миллионов долларов Он вложил со временем И Что же произошло Выиграл Джордж Пуш Да На самом деле Он их не выиграл Джордж Пуш Их не выиграл Просто потому что Джордж Пуш Его братец В то время дискредитировал себя Как-то со своими Бесконечными войнами И так далее Несмотря на то что Он вложил огромные деньги Несмотря на то что Джен Пуш Там буквально На каждом столбе висел К счастью Он проиграл Он проиграл Праймерис И люди проголосовали За Трампа На самом деле Трамп вводит Может в связи с какими-то Миллиардами Но на самом деле Трамп это Довольно миллиардер Средней руки Это далеко не Бумберг Это далеко не Кто-нибудь Дон Штейр Это человек Богатый конечно Но далеко не самый богатый Из его противников На выборах И если вы Побеждали То и в финале Победила Клинтона Потому что Клинтон потратила Уже Когда были финальные дебаты В два раза больше денег Чего Дональд Крампа Но тем не менее Дональд Крамп Зачем своей Хорошей риторики Зачем того что он прилег На свою сторону Работяк Из Среднего пояса Но он смог верить Ну и 2020 год Последний выбор У меня графика нет Ну вы просто Можете Погуглить Был такой товарищ Как Майкл Бумберг Бумберг Это ну Просто Один из самых богатейших Людеймеров Погачи Бумберга Там буквально Несколько десятков людей И все Бумберг вложил в свою компанию Около Миллиарда долларов Это были просто рекордные цифры Ну казалось бы Бумберг уже невозможно Победить этот человек Ну Уметь невозможные деньги У него есть своя собственная газета Своя собственная СМИ Ну с таким же названием Бумберг Многие слышали Но Бумберг что-то тоже Не вышел даже В финал Бумберг Он проиграл Байтону Который Тоже не бедный человек Но до Бумберга У него очень дорогая компания Просто чиновник Ну с большим опытом Но это никакой не там Мультимиллиардер Как им является Бумберг Точно так же Штейр Не знаю Убирался В 16-м Нет Впротиве нет Точно так же Штейр Владелец Хэдж-фондов Тоже Складывал огромные деньги В свою компанию Но это не могло бы выиграть И победил Джо Байтону Человек Ну не бедный Но и далеко не самый богатый Точно так же как и Трамп Этот человек далеко не самый богатый И проблема в том, что действительно Деньги не правы Не могут умножить И усилия Но это далеко не единственный критерий По которому какой-то политик может быть Ну и давайте перейдем от защиты к нападению Поговорим про коллекционный аргумент Коллекционный аргумент Это наверное самый бимбовый аргумент Который нужно просто выучить Чтобы победить Если что Коммунист В каком-либо сфоре Слева изображены Хаек и Низес Ну точнее Слева Хаек Слева Низес Два таких наверное Самых известных Репертерианских населителя И в чем же суть Коллекционного аргумента Суть в том, что В планах экономики Цены назначаются Можно сказать наобук То есть Нет какого-либо там Нет какой-либо торговли Которая бы Могла понять Что Население действительно нужно Что население оценит А что население покупает Ну уже так В третьей, четвертой И В случае с выношной экономикой Субботная торговля Позволяет Поставить Оптимальные цены На товар Капиталистам Чтобы Ну какие-то товары Особенно первые необходимости Люди покупали Сразу же А товары уже там Из Роскоши Они покупали уже В последнюю очередь И В случае с плановой экономикой Она просто наобуну Берет эти цифры И как мы видим Как бы эта теория Она подтверждается в практике Слева То есть вот Справа Вы можете видеть интересные цифры Это то Сколько вещей было на 100 семей в советском суете И мы видим 65-й год В 65-й год В стране Только 10 холодильников на 100 семей То есть только в одной из 10 семей Существует холодильник в советском суете Но тем не менее У них уже есть по 3 пары часов Не знаю зачем Советский суд Продолжил столько часов Но они это делали до конца В 90-х годах Числов уже было По 6 штук от семью В то же время Как электрухов Комбили все еще было По 1 на 5 семей И Никакой товар Только те Да Все остальные Товары Они так нервные Для каждой семьи А столько часов было Очень много Так работает Экономика То что Плановая экономика Они просто Ну достаточно рандомно Выбирают Что произвелить Утописты предлагают Некоторые левые То что Давайте мы просто проголосуем Например То что люди могут Вбить Ну условно В таких социалистических выборах Товары Купить Но что не подсказывает Что в этом случае Люди просто скажут Ну я хочу себе яхту Черную икру Ну и легче Вот Но что-то не подсказывает Что никакие промышленные Мощности Даже самые эффективные Кланы в экономике Несколько по слове Всем черную трубу Указать И Хлеб А в случае Сыгрышной экономики Ну да Конечно Не будет все идеально Но По крайней мере Скорее всего Клуб Кефицита Самый базовый Клуб В том же средстве Ну и последний аргумент На сегодня Это В сравнении с Субъективной Друговостью его Экономиста Который Тоже написал Важную работу С критикой Социализма Можете представить Если вам интересно Советую вам В чем Замечается Трудовая Теория стоимости Которая является Буквально Оплотом Левых идей То есть Это идея Без которой Которая коммунизма Вообще Буть не может То есть Назвращается О том Что Человек Производит Что-то И работает Ну и по труду Он должен оцениваться А Субъективная Теория 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 Подельная Полезность Если вам Это название Может быть Более знакомо Одно В чем Замечается Правая Идея О том Как Формируется Цена Товар Формируется Следующим образом То что Человек Например Если у него Например В Сахаре Ему нужна Бутка воды Он купит За любые деньги Но если ему нужна Вторая Бутка воды Он будет Дешевле Несмотря на то Что каждая Бутка воды Была произведена С одинаковым Усилием Одинаковым Рабочие Одинаково Но тем не менее Человек Который окажется В Сахаре Он скорее всего Первую бутку купит За миллиард Вторую уже За 500 миллионов Ну и так далее А если он предложит 100 бутылок Последний вообще Покупать не будет Ну и так Понятное дело Что Сахара Это экстремальный пример Но у нас Точно так же работает Если человек Не знаю Окажется Ситуация Когда у него Чего то нет Первый бутылок Конечно Достаточно дорого А когда Первый бутылок Купить Первый бутылок Сумка Сумка Достаточно дорого А у второй сумки Она вообще Не будет нужна Хотя эта сумка Естественно Произведется Так И поэтому Субъективная Субъективная Теория Затем Я думаю Будет Заканчивается Мне нет Какой-то подготовленной Финальной речи Если честно Потому что Я пыхах Немножечко готовился Просто скажу Я очень надеюсь Что вам понравилось Что вы обдумаете Что было сказано Прочитаете литературу Которую я посоветовал А также Я надеюсь Что вы не будете Известись на какие-то Рассказы О том Что существует Бесплатный сыр Бесплатная Социальная помощь Все формируется За вашу налоги И бесплатно Ничего не получится Только в этом Деньги Кому-то другому И он Скорее всего Эти деньги Хуже воспользовался Чем вы сами Это сделали Ну естественно Я бы хотел Советовать вам Отказаться от Насилия От идеи того Равноценный Он Может Вам Помочь На этом Все